Микс Ньюс. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Разворот». И в рамках «Разворота» каждую среду мы вас приглашаем принять участие в программе «Культурная среда», потому что мы анонсируем события, касающиеся академической классической музыки. Мы, это вот Олег Пека и Елена Привалова-Эпштейн. Здравствуйте. И, как всегда, мы приглашаем гостей, музыкантов, которые могут дополнить, прокомментировать и рассказать очень много интересного о тех событиях, происходящих в мире музыки. И сегодня у нас музыкальный директор Домского собора Айгар Сырейниц. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. И так замечательно сложилось, я понимаю, два органиста, два музыканта найдут, надеюсь, общий язык. И, очевидно, мы поговорим, конечно, и о ближайших концертах, которые будут проходить в Домском соборе, но вот с такой афишей событий. Как обычно познакомлю вас с я, дорогие радиослушатели. Конечно, мы освещаем не события мира, а события, которые происходят в Риге. Куда можно сходить на этой неделе с 5 июня с сегодняшнего дня до следующей среды 12 июня. В начале анонса я хотела бы рассказать, что в англиканской церкви на Англиканию Ила каждую среду в 13 часов в такое время ланча проводятся благотворительные концерты органной музыки. Там также бывают и концерты с другими, с участием других инструментов. Это вот такие благотворительные концерты по средам в 13.00. Ну, а продолжительность... Один час. Один час. То есть можно после послушать нашу программу, доехать на машине и успеть на концерт в англиканскую церковь. Ну и, конечно же, каждый день в течение лета с мая до конца сентября, каждый день в 12 часов можно послушать концерт Пикколо в Домском соборе. Это для тех, кому сложно высидеть целый час. И хотелось бы просто познакомиться с органной музыкой и с нашим великолепным органом. 20 минут, 25 органной программы длятся. Ну и также сегодня вечерний концерт в Домском соборе выступает эстонская органистка Перет Айдула с программой «Радости и размышления». И у нее в программе музыка Баха, Шумана и эстонская музыка. То есть для любителей современной эстонской музыки можно прийти и сегодня и послушать концерт. Да. Айкарс, а может быть, вы пару слов скажете про это? Да, конечно. Конечно, вот интересная эта программа в том, что там соединяется и классика, как бы и Шуман там, и Бах, да, вместе с эстонской музыкой. Вот как бы это наша такая линия, как мы хотим вот соединить вот классику, которую все ждут, конечно, Баха, и других, и региа, да, много звучит. Но и что-то новое, да. Например, вот эту эстонскую музыку, я думаю, что в Риге мы не слышали, да, и тут совсем современная, и некоторое время назад только сочинена. Так что интересно. Ну, эта неделя у нас, кстати, помимо органной музыки, которая будет еще достаточно много присутствовать в нашей афише, это неделя, можно сказать, неделя оперы. 6 июня Дон Паскуалы в Деницете, и, кстати, там будет петь очень хорошая певица Юлия Семенова. Затем 7 июня также будут диалоги Кармелиток, Пуленко, недавняя премьера. 8 июня Летучий голландец, и дирижер везде Мартинш Озолинч. Мне всегда интересно было, как же театр справляется каждый день давать новую постановку. Это достаточно трудно и для оркестры, и для сталистов, но в первую очередь для дирижера. Но таким образом они, конечно, привлекают аудиторию. В опере, конечно, совершенно другая-другая аудитория. Туда ходят другие слушатели. И вот мне интересно, какие слушатели ходят в Домский собор? Вы замечали, делали какую-то статистику, или, может быть, сами замечали? Ну, это уже давно, когда начались вот эти концерты, конечно, уже в советское время, конечно, это туристы, это наши гости, гости Риги. И когда вот залы были полные, тогда вот очень-очень много из всего Союза приезжали, да, это было как бы обязательно, вот послушать органную музыку. Ну, как-то, как-то вот местные жители, по-моему, как-то не очень любят органную музыку, но есть некоторые, которые даже спрашивают, вот только органную музыку, без солистов даже, да, любят, конечно. Ну, вот на органную музыку очень любят немецкие туристы, да, они очень знают всё про органов и про органную музыку, и немецкую органную музыку, они так даже, даже знают многие интерпретации, даже говорят, что там было так и так, и сегодня вот так сыграли, и вот хорошо, и так далее. А вы, когда составляете программу, больше пытаетесь ансамбли делать, чтобы было орган, и другой инструмент звучал, или чаще давать органу соло звучать на протяжении всего часа? Конечно, разнообразие и в стиле, и вот в составах тоже, но у нас есть только органные концерты, да, делаем и состав интересный, да, там будет и с саксофоном, и с флейтами, и всякие вот инструментарии, и даже вот, как это, по-русски барабаны. Ударные инструменты, да. Так что мы делаем, вот, и в стиле, вот это, в стиле даже разные, да, там и джаз будет, да. А вы как органист предпочитаете соло играть или ансамбле? Ну, интересно и так, и так, конечно. Если ты сам, тогда ты сам, вот твоя фантазия, и ты можешь по-разному вот этот... Ну, всегда интересно вот с кем-то тоже, да, да, тогда ты учишься у этого солиста, если солист очень хороший, тогда мы тоже учимся, да. Я хочу просто нашим слушателям напомнить, что у нас проходит опрос на страничке в Фейсбуке Радио Болтком, вы можете найти наш опрос, ходите ли вы на концерты классической музыки. И вот на протяжении до конца часа мы будем принимать ваши голоса, вы можете проголосовать, вот за варианты не хожу один раз в год, один раз в месяц, или хожу регулярно. Вот мы бы хотели увидеть, ну, насколько часто ходят на концерты наши слушатели. Мы в конце подведем итоги, может быть, будем еще принимать ваши телефонные звонки во второй части программы. Если вернуться к нашей афише, то 7 июня как раз в Домском соборе и в нашей программе музыкальный директор Домского собора Айгарс Рейнис. Выступает Инна Сапайча и Лена Денисюк. И у них в программе музыка Вивальди, Куперена, Дебюси, очень необычная, мне кажется, красочная музыка, такая достаточно яркая программа, которая покажет и орган во всей красе, ну и также сочетание флейты с органом. 8 июня у нас выступает, то есть опера «Летучий голландец», как я уже говорила, и благотворительный концерт в церкви святого Иоанна Яни Базница. Выступает Лаура Гет Гаудайте из Литвы. Она обучается здесь, в Латвийской академии музыки, у Кристины Адамайте. И в ее программе будет Бах, Видор и, насколько я помню, литовская, также музыка. 9 июня, по традиции, конечно, рекламирую свою церковь святого Павла, выступают москвичи. Приедут выпускники Московской консерватории Александр Кузовов, скрипач и органист Гарри Еприкян. Они дадут два концерта, 8 июня, ой, 9 июня в 14.00 и 13 июня в 19.00 с разными программами и сплошь шедевры. Там будут, конечно, и Виталий Чекона, Альбино, Неодажу, знаменитая соль минор. Конечно, будет и Бах, и Марчелло. Очень яркая программа. И, кстати, музыканты примут участие в нашей следующей культурной среде в 12 часов. Их можно будет еще послушать в нашем эфире. И, конечно же, 9 июня концерт в Домском соборе. Будет выступать хор Скола Контору и Ларис Царькова. И, может быть, как раз Айгерс Рейнис тоже пару слов скажет об этом концерте. Да, это название там Вене Креатор. Да, это как это звучит, этот воскресенье. Ну, получается, к нашей Троице, к православной Троице концерты и вот Васса Рассветке. Васса Рассветка. И там, что там интересно, вот это вот Григорианский хорал, да, там будет звучать. И наш вот этот ансамбль уже, по-моему, там уже с 95-го года, да, изучает вот этот хорал. И они самые лучшие у нас в Латвии. И вот они дают концерт вместе с органисткой. И органистка будет играть и баха, и французскую музыку, да. Вот музыка французская, органная музыка, вот это основается на Григорианский хорал, вот соединяется вместе, да, как бы. И эта музыка, конечно, изящная, да, это французский темперамент тоже, да, и виртуозность, и всё так, на этот, на этот Васса Рассветка такой концерт. А насколько хорошо звучит такая французская барочная музыка, там вот я знаю, что будет Николай Дегриньи, на нашем романтическом органе немецком, да, то есть орган-валькер в Донском соборе. Насколько стилистически интересно это будет звучать, как вы думаете? Вот, знаете, вот в Латвии у нас вот такой один концертный зал, где долгое время, да, где звучала вот органная музыка в своём изящности. И латвийские органисты, конечно, учили, как вот, как Баха играть, ну, потому что вот этот орган, конечно, построен для немецкой романтической музыки, там хорошо звучит Реггер и Мендельсон и так далее, но не для Баха, для Баха надо тогда барочный инструмент, как у Вугали, да, у нас один там, да, но, конечно, мы изучали и думаем о том, как, как, как сыграть это, и, конечно, поскольку это долгое время было только такая, однако, концертный зал для органной музыки, тогда мы тоже можно как бы сделать что-то похожее на французский звук, да, как звучит французский орган в Франции, да. Я думаю, да, ну, можно. То есть получается, что от органа очень многое тоже зависит, характер музыки, который можно исполнить на нем. Конечно, да, да, конечно, у нас очень большой орган, да, 124 регистры там, да, да, красок, 124, и можно, можно сделать вот так, чтобы было что-то похожее. А Баха, получается, лучше всего слушать тогда на каком инструменте, если говорить про, ну, про Латвию в рамках Латвии. Всё, конечно, ну, на этом угольском, да, уголе, да, инструментом, брочный инструмент, да, да, там звучит, конечно, уже. Вот смысл в том, что вот барокко надо вот как бы слышать каждую нотку, да, там всё, и на этом инструменте в уголе, да, там всё так играется, как бы сказать, каждый вот, каждый звук играется. Вот в Домском соборе у нас большая акустика, да, и вот как бы больше легата там звучит, и больше так, это, это, потому мы должны как бы немножко по-другому играть, чтобы было то же самое, да. Ну, немножко помедленнее темпы ещё брать, потому что иначе просто начинает всё плавать в Домском соборе. Ну, темпы, там можем говорить как насчёт темпов, там можно и с артикуляцией что-то делать и так далее, ну, это уже нюансы наши. Ну, в уголе, кстати, орган на 1700-го года, когда Иоганну Чебастьяну Баху, было всего 15 лет, то есть это потрясающий инструмент, и, мне кажется, давно там проводятся регулярно концерты, пастор и органный мастер Янис, забыла фамилию? Янис Калнинч. Янис Калнинч проводит как раз там концерты, и можно проводить их. Если вернуться к нашей афише, которой мы не успеем до рекламной паузы всё осветить, то 10 июня подарок любителям танго. Кремерата Балтика и знаменитый Гидон Кремер исполнят Буэна Рига, танго во дворце ВЭФ. А вот 11 июня я приглашаю всех на замечательный концерт в церковь Святого Иоанна Яни Базница будет Пётр Ильей Чайковский. В исполнении Юрия Савкина, скрипача, виолончелистки Ирины Валикжайной. И я буду играть на органе. Мы сделали очень много интересных переложений для нашего состава. Там будет и щелкунчик, фрагменты из щелкунчика, будет размышления, мелодия, потрясающая музыка для скрипки, виолончели и органа великого русского классика. Притом хочу сказать, что Чайковский у нас звучит достаточно-достаточно редко. И романсы его знаменитые поют нечасто. Хотя исполняют симфонии, но тоже невозможно так сказать, что каждый месяц можно было бы услышать Чайковского, как, например, можно было бы услышать каждый месяц, естественно, Баха и ту же латышскую музыку. Поэтому я приглашаю всех послушать великого русского классика Петра Ильича Чайковского 11 июня. Ну что, у нас, наверное, сейчас время, небольшой паузы, после чего мы вернемся и закончим афишу, и затем продолжим разговор с нашими гостями. Я напомню, Айгар Рейнис, музыкальный директор Домского собора, сегодня в программе «Культурная среда». Продолжается программа «Разворот. Это культурная среда». Сегодня вот такой вот особый выпуск «Разворота», который выходит один раз в неделю, обзоры классической музыки. И вот сейчас через Фейсбук, на профиле «Радио Болтком» мы приглашаем вас принять участие в таком опросе, ходите ли вы на концерты классической музыки. Пожалуйста, вот выбирайте варианты ответов. Не хожу один раз в год, один раз в месяц, хожу регулярно. И как раз-таки вот мы продолжим, наверное, афишу для тех, кто регулярно ходит и хочет быть в курсе всех музыкальных событий, которых хочется, чтобы было больше все-таки времени. Да, вы знаете, когда я готовлюсь к культурной среде и готовлю афишу, мне как воспитаннице Московской консерватории и имевшей возможность выбрать в годы обучения, куда пойти. В Большой зал консерватории на концерт, в Малый зал, в Рахманевский или в зал Мисковского. В Московской консерватории четыре концертных зала в одном месте, Большая Никитская улица, дом 13. И после того, как ты отучился, идешь на концерт, выбираешь, куда бы пойти. Напротив находится Архиповский салон, где тоже регулярно проводились концерты. Затем концертный зал Чайковского, потом построили дом музыки. И везде звучит классика. Я не говорю про поп-музыку. А здесь, когда я готовлюсь, я вижу, что редкие случаи, когда у нас два концерта в день. Обычно это когда есть опера и есть концерт классической музыки. Как раз в этом помогают концерты Домского собора регулярные. Каждую среду и пятницу там проводятся большие концерты. Каждый день в течение лета в 12 часов проводятся концерты пикколо. Немножко ситуацию спасают также регулярные концерты в церквях. Летние концерты в церкви Святого Иоанна. Яня Базница по субботам в 18 часов. Каждую субботу благотворительные концерты в церкви Святого Павла каждый четверг в 19 часов. Каждое воскресенье в 14 часов. Но нет вот этого потока инфоклассической музыки. И мне интересно, конечно, это связано с тем, что рижане не хотят ходить на концерты. То, что достаточно концертов, и вот видят, что есть концерты, ну раз в год сходим. И, конечно, я приглашаю вас принять участие в Фейсбуке, чтобы понять, насколько рижанам интересна классическая музыка. Готовы ли вы часто ходить? Вот, Айгарс, как вы оцениваете, много ли к вам ходят рижан на концерты в Домский собор? Я уже говорил, что, по-моему, там много туристов, конечно, наших гостей. Есть рижане. Ну, что интересует рижан? Вот это, я не знаю, конечно, сейчас в другое время, да, много всякого там, и слушать в телефоне, и в компьютере, много-много всякого. И, наверное, стилистика тоже меняется, да, когда всякая поп-музыка более популярная, да, чем, наверное, классика, где мы должны всё-таки, чтобы слушать что-то, знать, да, наверное, и как бы какой-то, и много слушать, чтобы так понять, что там написано, что звучит, и что композитор хотел этим сказать и так далее. И это, наверное, сегодня не так, ну, не хочется людям, да, там, в глубину. То есть, думаешь, немножко ленятся? Ну, я так, ну, думаю, да. Ну, конечно, это, ну, другое, конечно, это, наверное, насчёт органной музыки, например, вот эти органные пик-пикло-концерты, мы начали вот видеотрансляции в зале, да, чтобы это, наверное, я не знаю, с семьям, с детьми, да, да, и самим Рижаням, я думаю, это вот интересно увидеть, что там происходит, да, в балконе. Сейчас пик-пикло, в момент пик-пикло транслируется игра органиста на экран, и можно посмотреть, как это происходит? Да, это мы делаем каждый, да, каждый день можно приходить, вот. Как раз каникулы сейчас и можно. А вы говорили, что скоро стартует какая-то программа по привлечению Рижан и к органу Домского собора. Расскажите, что это такое? Да, мы работаем сейчас вот как бы школами, да, хотим предложить такое, вот, послушать вот этот концерт 20 минут, и информацию об органе вообще, как он работает, потому я думаю, что многие не знают, ну, как там. То есть вы будете экскурсию делать к органу после концерта? Обязательно можно будет увидеть его, да? Да, и как бы делается экскурсия тоже подняться в балкон, да, и увидеть, ну, как это. И у нас такой прекрасный проспект сейчас, да, Реставрированный, фантастический просто. Который блестит, да. Как бы заинтересовать немножко вот наших молодых вот этой культурой, да. И в эту программу тоже входит, как бы, осмотреть церковь, да, и все такое. Так что я надеюсь, что... Можно будет, вот, например, если сейчас нас слушают где-то вот в школах, или родители, которые бы хотели, как это будет происходить? Можно записаться, заявку. Да, это школьная сумка, сейчас такая программа, я не знаю, как по-русски я правильно сказал, нет, да, идиоты. И я думаю, что скоро там появится вот такое наше предложение, да, и школы могут тогда дать заявку, что они хотят, и тогда уже будем договориться, как это делать. Да, хорошо. То есть это получается, что для школьников, ну, а если очень большой класс, там, как по месту, там же очень мало места, может быть, на... Ну, это уже, это дискуссия с каждым индивидуалом, да, какой класс и так, да, это уже можем договориться, как делать. А почему, вот, как вы думаете, почему людей может что-то останавливать для посещения концерта классической музыки, то есть что может послужить причиной, не знаю, там, страх того, что они, может быть, ну, будут чувствовать себя не в своей тарелке, то есть некоторые люди, может быть, ну, не знают, как, что надеть, в каком, нужно ли там обязательно одеваться прямо вот как в оперу? Ну, я думаю, ну, даже не могу сказать, что, просто, я думаю, интересы просто. А вот вы часто ходите на концерты сами? Ну, вот я не так часто, конечно, но я хожу, да, я хожу в театр тоже. А на какие концерты? Тоже театры, культурные, разнообразие, да. Ну, я хожу, сейчас, конечно, я слушаю органную музыку, что происходит в Домском, да, это моя работа тоже. Но, ну, конечно, всякий интересный проект, это главное, да, что интересует, ну, оркестры, орхестровые, да, программы, сейчас, вчера был на этот концерт, джаз-концерт, да, вчера был концерт Гебаума. Концерт Гебаума, прекрасно, да. Да, да, да. Так что хожу, но немного тоже надо сказать, потому что моя работа проходит, вот музыки, много всяких концертов самому надо играть и готовиться, и всё. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, может быть, вы тоже, вот я обращаюсь уже к слушателям, можете дозвониться и сказать, ходите ли вы на концерты классической музыки, если ходите, ну, вот как часто, то есть, может быть, раз в месяц, может быть, несколько раз в месяц, а может быть, ну, вообще, чуть ли не раз в год выбираетесь, и что, действительно, вот, ну, что вас может сподвигнуть, пойти, то есть, это какой-то исполнитель редкий, который приезжает к нам, знаменитость какая-нибудь, ну, как, вот, не знаю, там, Денис Мацуев, условно говоря. Вот я тоже подумал сразу, Денис Мацуев. Вот, или, например, программа музыки, или вы ходите в определённый зал, в какое-то определённое место, вот, позвоните, нам будет очень интересно тоже ваше мнение, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Мне бы хотелось тоже спросить у Айгарса, как органистка-органиста, когда вы начали играть на органе, ведь часто бывает орган, это как бы вторая профессия, сначала пианисты, или музыковеды, или дирижёры, хоровики, или, а после этого переквалифицируются на орган. Когда у вас это произошло? Ну, я тоже начал как дирижёр, я начал как дирижёр, но в школе, где я учился, это было в Ялгове, там был такой электрический орган, как-то очень заинтересовался тоже, да, да. И я очень хотел, вообще искал такие интересные места, и я начал вот тоже ходить в церковь, да, я начал играть орган недалеко от Ялгавы, такой, Сессасова, да, там тоже церковь, и там Август Мартин, наш органостроитель, да, там, и очень вот заинтересовался, начал там играть, да, ездил там по утрам, да, там по воскресеньям, даже в 6 утра, по-моему, там автобус ехал, да, и там 3 часа вот тренировался, и потом вот эта служба. Да, и это меня, да, ну, я выбрал, в конечном счёте, да, перейти на орган, да, в музыкальной академии. А вы только органом занимались или всё-таки совмещали две профессии, как дирижёр хора или, может быть, как певец хора, солист хора и орган? Ну, вот до этого года я совместил всё вместе, и органист, и певец, да, в хоре радио, и дирижёр тоже, где-то 20 лет дирижировал, но понял, что вот, ну, всё невозможно вместе, да, и предложили мне вот стать музыкальным директом здесь, и органистом, я и органист здесь. Теперь вы главный органист также в Домском соборе? Я главный органист, да, играю вот в службе и всё так далее. А отличается, например, игра во время церковного богослужения от светского концерта? То есть, насколько здесь вот вы чувствуете какую-то, не знаю, разницу? Конечно, есть там большая разница. Вот служба, вот это для органиста больше такая импровизация, как бы, да, и второе, что больше вот думать, как бы не быть как бы солистом, но как бы для общины, работать для общины, да, вот быть вместе с общиной, это трудно, конечно, я там на балконе, я община внизу, но как бы вместе вот это, вот делать вот эту службу вместе, как бы молиться и всё так далее, да, это переносить тоже музыку, да, и, а как бы вот в концерте мы солисты больше, да. А вот в богослужение включаете произведения классики, например, как Иоганн Себастьян Бах, службу начинал при людии, в конце звучит фуга, а внутри какие-то импровизации, когда на причастие, например, как вы строите службу? Конечно, в службе есть много-много музыки, да, в лютерянской церкви, там и приходят тоже солисты у нас, так, мы играем, да, в начале, и когда кончается, и в середине там тоже есть места, где мы, как бы для медитации, вот, общины, да, играем такие произведения, чтобы вот помочь вот этой службе. А какую музыку предпочитаете так включать именно в службу? Тоже я люблю вот стиль, ну, конечно, там надо адекватную музыку для службы играть, да, конечно, но, конечно, классика в первом числе, да, и, ну, иногда вот тоже в каком месте я играю, да, в Домский собор, это вот наш главный собор, да, и в соборах архиабископа там больше, более, как бы, маэстетично, да, но вот когда я играл в старой Гертруде, вот там, может быть, община более такая, ну, как бы, помоложе, да, да, и там, там вся атмосфера как бы немножко, ну, как бы, ну, как сказать, так, не так, не так строго. Не так адаптально. Да, да, да. Ну, а как вот, например, вот каково органисту, который обычно спрятан всё-таки, вот, но его не видят зрители, вот вы говорили, что когда вы играете, вы именно как солист выступаете, но ведь, наверное, солисту всегда очень приятно, когда на него приковано внимание, как вот, например, солист, ну, скрипач, на которого все смотрят, восхищаются там его игрой, вот органист, он лишён, может быть, вот какого-то такой доли зрительской славы. Да, ну, там, надо сказать, своя романтика в балконе, быть сам собой, да, конечно, это первое, но надо тоже, вот я и за рубежом, и так смотрю, вот на экраны, где показывают, да, как играют. То есть есть возможность. Но там есть одно такое, вот когда мы играем вот с моей женой вместе, да, дуэтом, да, это там так много происходит, потому что руки вот всё идёт вот так, и ноги, и там вот в Домском, когда играем, там два ассистента тоже, да, там много надо делать, и вот это как бы становится, вот музыка отходит в втором плане, тогда, когда ты смотришь, что всё это... Попрошу вас надеть наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, да. Я хотел... да. Да-да-да, пожалуйста. Я просто хотел бы так немножко встать на защиту публики, скажем так, я не согласился с вашим гостем, чуть-чуть, чуть-чуть, да. Дело в том, что, понимаете, ленности в публике в нашей нет. У нас достаточно, ещё вот с советского периода времени, достаточно критическая такая критичная публика. То есть, когда они, просто, к сожалению, вот поколение ушло, тех людей, которые очень хорошо разбирались в музыке, и многие музыканты, которые сюда приезжали, подвергались такой своеобразной, так сказать, критической, скажем, критической, ну, скажем так, варились в критической атмосфере, потому что после концертов того же первого состава Спивакова, так сказать, его доиспанского, так называемого, да, тут разгорались такие споры, что многие критики могли этому позавидовать. А рижская публика никогда не любила халтуру. И вот эта халтура, которая, так сказать, скажем так, иногда имела место в связи с приездом выдающихся, так называемых, музыкантов, ну, я не хочу никого обидеть, да, скажем, там, одного из, скажем, на сегодняшний момент известных пианистов. Я думаю, что вы понимаете, в каком идет речь, так сказать, приезжает, так сказать, с выдающимся симфоническим оркестром, у кого, так сказать, чье имя носит, который носит имя выдающегося дирижера советского периода времени, да, Светланова, и когда они просто играют откровенную халтуру, например, ну, публика, ну, люди не дураки, которые этим занимаются, этим увлекаются, это слушают и это знают. И поэтому, так сказать, они уходят, а не потому, что они ленивы. Есть удающиеся постановки, латвийские оперы, так сказать, ну, сколько человек может заходить туда? Ну, предположим, два-три состава работают на одной постановке. Они придут, послушают, естественно, третий, четвертый раз они пойдут. Но еще учтите, так сказать, ценовую политику государственных вот этих учреждений, государственных структур, так сказать, которые... Ну, сколько человек может себе позволить, там, один раз покупать билет, там, за 35 евро, да, ну, при наших заплатах, это, так сказать, заплаты, да, не всегда возможны. И так далее. То есть ленности здесь нет никакой. Здесь есть достаточно такая хорошая культура восприятия того, что тебе подается сцена. А вот вы... Можно мне вам задать вопрос? То есть вы говорите о приезжих гостях. А как вы относитесь к нашим местным рижанам, профессионалам, музыкантам? Я очень хорошо отношусь к ним, и более того, я считаю, что они действительно выдающиеся и мировые в уровне музыканты, особенно сегодняшние составы театра, оперы и балета, хоровой состав оперы. Совершенно просто потрясающий. Последние вот два-три года работают выдающиеся действительно музыканты. Солисты, к сожалению, ну, специфика нашего, ну, скажем так, нашего государства, да, то есть нашего быта, нашей жизни, к сожалению, видимо, ну, опера не может поставить большое количество больших спектаклей, потому что это требует финансовой затраты, да, то есть, как бы, видимо, речь идет о том, что сколько есть денег, на том мы и можем себе сделать, ну, скажем, и из рады, да, то есть эту постановку. Ну, вот мы как раз, если вы слышали, разговаривали о том, что в оперу действительно публика ходит, и даже несмотря на менее удачные постановки и на второй, третий составы, а мы говорим о классической музыке, о концертах в Домском соборе. Совершенно верно, я с вами согласен, мне кажется, что здесь именно проблема в том, что у нас нету достаточно хорошего концертного зала, потому что зал филармонии, да, вот, в Большой гильдии, который, да, он достаточно маленький, он достаточно маленький, он даже маленький для симфонического состава, вот, ну, там может поместиться, там, ну, вот, скажем, 100 человек состава, да, сыграть какие-то программы классической музыки, возможно, уже современную музыку, где иногда требуется, там, по 120 человек состава, так сказать, разнообразия нету, при публике, который, по-моему, там, сколько у нас, 750 или 850 мест? 750, ну, что это за концертный зал, где публики нету, и смысла работать, то есть понятно, что даже нет вот оборота денег, люди купят билеты, придут там на одно выступление, ну, там же связаны, наверное, с фасопатами все-таки и музыкантов, так сказать, и дирижер, так сказать, маэстро. Нет, я просто, самое главное, я извиняюсь, что я, так сказать, может быть, долго говорю, но мне просто вот немножко задело то, что ленность, у нас публика не ленивая, да, другое дело, что я сейчас говорю, первое, это то, что ушло поколение, была так называемая такая, извиняюсь, еврейская элита, которая всегда была на концертах, да, часть, к сожалению, мигрировала, часть ушла, так сказать, в мир иной, но я просто очень хорошо помню эту публику. Это экстра, это такой публике можно было бы, могли бы позоветить в многие концертные залы. Спасибо вам, спасибо. Да, и все, спасибо. Большое спасибо вам, да, вот действительно, оно был такой, один звонок, но достаточно, мне кажется, такой емкий, да, стоящий. И очень интересное мнение нашего слушателя, действительно, это случается. Вот, и хотелось бы еще пару вопросов задать нашему гостю, Айгорсу Рейнису, музыкальному директору, который помимо, музыкальному директору Домского собора, который помимо этого является известным органистом. И жена его, кстати, Илза Рейна, также органистка в Латвии. И вот я хотела спросить, вы часто ходите на концерты друг друга, если не играете вместе, в четыре руки? Конечно, регулярно, да, мы помогаем друг другу, конечно, в течение репетиции, конечно, это для органиста очень важно, это потому что вот органист сидит в балконе, а внизу звучит как бы по-другому, да, надо вот это констатировать. Это работа мести. То есть это вот как раз какие-то критические замечания, вот, ну, контроль, контроль. Да, конечно, или органист записывает и потом анализирует, потому что, вот видите, в Домском соборе тоже, да, там, если посмотреть, тогда там есть такой низкий, более низкий балкон другой, да, и там тоже звучит, да, орган. И когда вот ты наверху, ты, может быть, так критично не слышишь там наверху, да, надо слушать в зале. Вот орган строили, чтобы слушать в зале, а не наверху, да. Ну что же, наверное, у нас осталось только время подвести итоги нашего опроса. Просто ходите ли вы на концерты классической музыки, спрашивали мы. И вот я сейчас смотрю, 8% отметила не хожу, 17% один раз в год, 25%, вот, четверть опрошенных хожу регулярно, и половина, половина опрошенных, вот, выбрала вариант один раз в месяц. То есть я понимаю, что... Значит, совсем не ленивая наша реческая публика. Ну, как минимум один раз в месяц, все-таки, публика ходит на концерты классической музыки. Прекрасно, мы благодарим вас за опрос, и будем на каждую среду опрашиваться с нас, потому что нам очень интересно ваше мнение и ваше отношение к классической музыке. Елена Привалова, Эпштейн и Айгар Сарейни сегодня были в нашей студии. Спасибо вам. Всего доброго.